С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Маргарита Симоньян послушно отрабатывает методички Кремля. Мы не воюем ни с какой Украиной. Украину мы, как таковую, победили в первые 2-3 сколько там дней. Когда взяли Гастомель, когда совершенно обезоружили по сути Украину, уничтожив основные ее военные силы. А потом началась война с НАТО. Она убеждает телезрителей в том, что Россия победит в так называемой СВО. Мы воюем на Украине левой пяткой и задней ноги. И занижает потери личного состава армии РФ. Ну, если посмотреть просто смертность, у нас в прошлом году тяжелых боев смертность значительно ниже, чем у нас была смертность позапрошлом году ковидным. Она призывает русских ванек принести себя в жертву. Потому что смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. Но при этом ее муж почему-то до сих пор не отправился в окопы навстречу неизбежной смерти. В человеческой природе есть такая х**ня. Человек очень слаб по базе. Как семейка Симоньян наживается на пропаганде войны в Украине? Спасибо вам за то, что вы мучите людоедов. И какими глупыми заявлениями Марго заработала себе репутацию бабы-дуры. Смотрите прямо сейчас. Главный редактор телеканала Russia Today никогда не отличалась умом и сообразительностью. То она обвиняет представителей ЛГБТ-сообщества в нравственном разложении. Они отказывают от физической природы, от биологии. Как человек может от биологии отказаться? Кто на полном серьезе рассуждает о том, что отсутствие любови к родине связано с генетическими мутациями. Есть люди, у которых чувства родины вообще нет. Это недоразвитие плода, видимо, во время беременности. Видимо, мама во время беременности курила или принимала запрещенные препараты. А может быть и нет, может быть не повезло, может быть просто на улице вдохнуло какой-нибудь газ, который оказался вредным для развития плода. И плод родился вот таким. И таким вот гониловатым плодом он умрет. В общем, уровень знаний Симоньян в области биологии и генетики очень низкий. Собственно, как и в области физики. Чего стоит ее предложение устроить ядерный взрыв над Сибирью? И вот человек, он инженер-радиоэлектроник, говорит мне, А ты знаешь, говорит, мы это знали еще в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерные зимы, которые все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Просто будет уничтожена энергетическая инфраструктура половины России и огромная часть населения РФ. А мы, как было нам сказано Владимиру Владимировичу, все-таки собираемся в рай. А вот так называемый вражеский запад, вероятнее всего, не пострадает. Так что либо Марго мечтает получить от стран НАТО почетную грамоту за содействие в диверсионной работе и несколько банок тушенки из бобра в качестве благодарности, либо ей просто-напросто не хватает мозгов, чтобы оценить реальные последствия ядерного взрыва. Я же не разбираюсь в этом всем, я не военный эксперт, я, знаете, дура-баба в футболе ничего не понимаю. Но при этом баба-дура публично признается, что обрадуется экологической катастрофе, потому что, как она выражается, ничего такого страшного не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники. Все, мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь 93-й, проводные телефоны. Я вам скажу, чудесно же жили. Вот право, я даже обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нету. Весомая причина грохнуть ядерный заряд. Ничего не скажешь. Вот только и здесь Симоньян глубоко заблуждается. Потому как перейти на линейную связь не получится. Поскольку электромагнитный импульс, возникающий при ядерном взрыве, выведет из строя все устройства, работающие на электрической энергии, и тогда кремлевской пропагандистке придется доносить свой бред до аудитории, разве что при помощи почтовых голубей. Голубеводы хвастаются, их птицы способны преодолевать расстояние в тысячу километров, развивая скорость до 100 километров в час. Да, это не скорость интернета, но зато стопроцентная гарантия того, что сообщение дойдет и его не перехватят или расшифруют. Единственное, что могло бы хоть как-то объяснить призывы Маргариты к совершению военного преступления без срока давности, это справка о недееспособности и невозможности отдавать отчет своим словам и поступкам. Это ведь, ну, шизофрения же какая-то, да? Но взять такую справку боброедка не додумалась и в очередной раз проявила свою глупость. Пришла в эфир к коллеге-пропагандисту Владимиру Соловьеву и назвала свое экстремистское заявление фейком. Более того, пригрозила, что намерена судиться с теми, кто процитировал ее блестящий план. Было очень неприятно на этой неделе, когда вдруг сотни СМИ распространили про меня полную чушь о том, что я призвала нанести ядерный удар над Сибирью. Послушайте, я 20 с лишним лет работаю в эфире, меня никто не мог заподозрить в том, что я сумасшедшая, и для деменции вроде мне как-то рановато, а для дебюта шизофрении вроде как-то поздновато. Разумеется, я ничего подобного не предлагала, не говорила, не говорить не могла, и теперь мне просто приходится судиться со всеми теми, кто этот фейк распространил. Иными словами, баба Дура поняла, что сболтнула полнейшую ересь и дала заднюю. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Не сильна Симоньян не только в естественных науках, но и в социально-гуманитарных. Особенно плохо у нее обстоят дела с историей. Что делала Россия? Россия присоединяла к себе нации, этносы, страны, некие сгустки, племен каких-то с отсутствующей государственностью, в том числе мой этнос. Неудивительно, что пропагандистки запретили въезд на территорию Армении, ведь ее можно считать рекордсменкой по количеству подобных провокационных заявлений. Кланяться России матушке за то, что армянский народ был сохранен вообще. Давным-давно был бы уничтожен. Весь народ. Да если бы не Россия, которая на протяжении всего своего существования только то и делала, что истребляла другие народы и вела захватнические войны, жить на планете было бы гораздо спокойнее. Но Симоньян этого никогда не признает, потому что ее задача – отрабатывать методичку Кремля взамен на деньги и награды. Я работаю всю жизнь на государство, и я государством обласкана, слава богу. Еще бы! Грех не обласкать такую услужливую льстительницу, которая с неистовым восторгом отблагодарила бункерного деда за геноцид мирных украинцев. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете с кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. Кто бы сомневался? Ведь чем больше Симоньян врет в угоду путинскому режиму, тем больше кровавых рублей падает ей на счет. В 2022-м доходы пропагандистки составляли около 250 миллионов рублей в год. То есть в час боброедка получает 30 тысяч. Обычному российскому дворнику, чтобы заработать такие деньги, нужно пахать целый месяц. Но Симоньян плевать на проблемы глубинного народа. Для телезрителей, которые недовольны своей зарплатой, у нее есть дельный совет – пойти на фронт и погибнуть на войне в Украине. Вместо того, чтобы где-нибудь в сельском поселении, что называется, курить бамбу, где нет работы, где нет возможности себя показать, пойти туда и вернуться героем. Да, конечно, это сопряжено с риском для жизни, но с риском для жизни сопряжена жизнь. Жизнь простых ванек в РФ не имеет никакой ценности. Поэтому Марго считает, что лучше пусть они погибнут молодыми в окопах, чем старыми и больными. Путин хоть на пенсиях сэкономит. Потому что смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. И совершенно не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-нибудь тяжелой, длинной, ужасной болезни, чем вот так, еще и за какое-то правильное и важное дело. А вот своего любимого мужчину Рита всячески оберегает от смерти в окопе. Чтобы пропагандист Тигран Киосаян, не дай бог, не погиб за так называемое важное дело, Симоньян даже согласилась выйти за него замуж. При том, что до войны она даже и не думала о браке. А ты что, ты не хочешь замуж-то? Или просто так? Не хочу, я никогда не хотела замуж. Ну, с прагматической точки зрения, замуж выходить не надо в моей ситуации. Как раз-таки прагматически мне не нужно выходить замуж, потому что это влечет за собой огромное количество потом ненужной бумажной работы. Знаешь, вот, я захотела купить квартиру в Сочи, в ипотеку. Тигран не хотел эту квартиру. Я пошла, купила. Когда ты официально не замужем, ты распоряжаешься всем, чем хочешь сама. Девять лет пара прожила без штампа в паспорте. За это время Марго успела родить Тиграну троих детей вне брака. И вдруг в марте прошлого года пропагандисты расписались. Как раз после вторжения РФ в Украину. Совпадение? Не думаю. Видимо, Боброедка решила перестраховаться. Ведь в РФ многодетные отцы, которые не состоят в браке, рискуют попасть под частичную мобилизацию. Теперь, когда у Киасаяна есть штамп в паспорте, он может спокойно вести свое бездарное шоу «Пилорама» и получать за каждый выпуск 4,5 миллиона рублей. Теперь непослушных американских детей начнут пугать не Бабайкой, а Бабайденом. Сначала так называемой СВО супружеская пара Тигран и Марго так активно отрабатывала методичку, что наврала на еще одну элитную виллу в Сочи. А я человек плана. Этот дворец в миниатюре РосСМИ оценили в 300 миллионов рублей. В трехэтажном здании есть лифт, около десятка спален, несколько санузлов, галерея, комната для персонала и целых 10 гардеробных для платьев Симоньян от вражеских западных брендов. Сейчас такое платье можно купить за 1950 евро. Это же хорошо. Это же прекрасно. Но во что бы ни оделась пропагандистка, ей не удастся скрыть под дорогущими нарядами отсутствие совести и интеллекта. Ведь на деньги ума не купишь. Эту пословицу Марго подтвердила весной 2023-го, когда попыталась заступиться за Пескова-младшего и в итоге опозорилась в прямом эфире. Есть вещи страшнее смерти. Позор страшнее смерти. История началась с заявления Пригожина о том, что сын пресс-секретаря Путина якобы пошел добровольцем в ЧВК «Вагнер» и даже несколько месяцев провел на фронте артиллеристом на ракетной системе залпового огня «Ураган». Кстати, отработал абсолютно нормально простым артиллеристом по колено грязи в говне на «Урагане». Только вот оказалось, что пока Николай якобы воевал в Украине, его элитная иномарка рассекала по Москве. А сам Песков-младший успел нахвататься штрафов за превышение скорости. Когда выяснилось, что парня на самом деле на фронте не было, российская пропагандистка решила исправить ситуацию. Но в итоге посеяло еще больше сомнений, поскольку назвала сына путинского пресс-секретаря Николая Сашей. Я знаю, что старший сын Пескова пошел туда служить сам, с полного благословения и в каком-то смысле даже поощрения Пескова. Либо мозг бабы-дуры не выдержал нагрузки и дал сбой, либо же боброедка выпила лишнего накануне эфира и завралась. Извините, когда главный пропагандист от патриотизма – это Маргоша Симоньян, абсолютно разложившаяся алкоголичка. Ну о чем можно дальше говорить? Кремлю не нужны умные работники медиа. В России ценятся беспринципные марионетки без аналитического мышления и совести, которые за определенную сумму станут послушными винтиками в системе и будут зомбировать миллионы российских телезрителей, не задавая лишних вопросов преступной путинской власти. И Маргарита Симоньян вполне соответствует этим критериям. В этом и есть секрет ее успешного успеха на Рос-ТВ.